зерновая сделка в чем выгода путина вдумайтесь какой широкий жест почему путин так добр с западом это слабость прогиб или что-то другое уговор был такой западные компании вывозят украинское зерно через порт одессы россия свою очередь вывозит свое продовольствие и удобрение через портного российска но запад делает все чтобы вторую часть сделки не выполнять российские товары никуда не идут два месяца назад российский пост предприем не бензия давал западу два месяца на то чтоб тот решил вопросы с экспортом российских ресурсов и сегодня новости сообщили о продлении зерновой сделки еще на два месяца признаться я тоже думал что это похоже на прогиб но зная путина решил что все же тут есть какие-то подводные камни верховный не стал бы давать западу двухмесячную отмашку просто так вывод 1 подобная схема путину выгодно также однако в чем выгода давайте посмотрим на карту это зона с во зерно выводится кораблями из порта одессы это тут если бы россия выступила резко против одностороннего положения вещей и не дала бы время западу то поток пшеницы остановился бы а вместе с этим ценность одесского порта приблизилась бы к нулю следовательно уже ничто не могло бы помешать украинцам напасть на приднестровье которое находится тут так что до тех пор пока течет зерно и деньги запад не разрешит в ссу нападать на террасполь а позволяя вывозить зерно путин делает все чтобы не допустить открытие второго фронта так как вмешаться россия будет просто обязана а это лишние жертвы как гражданских так и военных таким образом в данный момент даже односторонняя зерновая сделка россии крайне выгодно если кто не в курсе приднестрове находится гигантский военный склад времен ссср склады в приднестровском селе колбас на это крупнейший европе арсенал он находится всего в двух километрах от границы с украиной понимаете в чем опасность эти склады созданы в 40-х годах прошлого века на складах находится арсенал 14 гвардейской общевойсковой армии ссср там оружие боеприпасы гранаты из гдр чехословакии венгрии на сегодняшний день арсенал составляет больше 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов боеприпасов для пехоты и другого военного оборудования представляете если все это попадет в руки в ссу в данный момент запад не разрешает им захватить этот склад еще и потому что своего западного барахла все еще много которое надо будет передать украине из своих запасов а получив советское вооружение украинцы с удовольствием не будут пользоваться чего вашингтон сейчас допустить не может возможно потом но не сейчас пока идут поставки оружия на украину и зерна на запад россия пока не готова защищать поднестровье но к нему обязательно должна вернуться а пока надо закончить бахмутом угледаром авдеевкой и прочими укрепрайонами поэтому путин снова дал два месяца а за это время многое может измениться спасибо за просмотр